Девушки отдыхают Добро пожаловать на программу «Кто хочет стать миллионером», которую мы обожаем. Потому что даже во время банковского кризиса у нас всегда найдется куча наличных, которые мы готовы отдать. И сегодня забрать у меня эту наличку постарается Джеки Покетс из Динкольна. На ней закончилась наша прошлая программа. Она ресепшенист на пенсии. Теперь она разводит охотничьих собак, но в далеком прошлом она ходила в школу, снималась в сериалах и была ребенком-телезвездой. Болеть за нее снова будет ее подруга и тоже собаковод Шерон. А также сын и двое внуков, которые остались дома. Итак, Джеки, как настроение? Нервничаю. Хорошо. Нам этого и нужно. Насколько я помню, вы разводите какую-то особую породу. Венгерскую вышла. Почему вы выбрали эту породу? Когда я впервые решила завести собак, я пошла на ежегодную выставку фотографий собак. И там я увидела две породы. Веймарскую легавую, они серые, и выжлу, они красно-коричневые. Но фотографии были черно-белые, и они показались мне одинаковыми. Я в этот момент была в Эскоте и ехала по главной улице. И вдруг увидела этот яркий коричневый цвет. И я резко затормозила возле человека с этой собакой и жутко его напугала. Ясное дело. И я выскочила и кричу, это вышло. И он говорит, да. И это была любовь с первого взгляда. Я скрестил пальцы за вашу удачу. Спасибо. У вас уже есть 20 тысяч фунтов. Следующая сумма 50 тысяч. В прошлой программе Джеки многое сделала для реализации своих планов со своей новой любовью, Кифом. 20 тысяч у нее уже есть, и осталась одна подсказка. Звонок другу. Возможно, она ей пригодится. До второй несгораемой суммы в 50 тысяч ее отделяет один шаг. Посмотрим, удастся ли ей. Джеки, мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Итак, закончились бессонные ночи, момент истины. У вас есть 20 тысяч фунтов, вы можете их забрать и уйти. Вы можете позвонить другу и все равно уйти с 20 тысячами. Но вы потеряете 19 тысяч, если рискнете ответить и ответите неверно. Седьмой вопрос на 50 тысяч фунтов. За кого вышла замуж актриса Шейла Сим в 1945 году? Али Гиннес, Джон Миллс, Тревор Говард, Ричард Аттенборро. Я ведь когда-то знала, а сейчас уверенности нет. Кто точно нет? Может, так будет легче? Тревор Говард точно нет. И Али Гиннес тоже. Мне кажется, это Ричард Аттенборро, но... Я, наверное, воспользуюсь звонком другу. Кто из ваших друзей разбирается в кино? Я думаю, мы будем звонить Мэри. Почему таким голосом? А вдруг она справится? Она умница. Хорошо иметь умную подругу. Да. Она знает такие вещи? Думаю, что, вероятно, да, но... Где она? Остров Фаунис, графство Эссекс. Хорошо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Мэри! Да? Это Крис Таррент. Как дела? Хорошо. А у вас? Тоже. Спасибо, что спросили, Мэри. У меня тут сидит Джеки. Ясно. Она довольно хорошо играет, но тут возникла проблема. Ясно. И она решила позвонить вам. Надеюсь, смогу помочь. Скрестим пальцы на ее удачу. На этот вопрос есть четыре варианта ответа. Джеки, у вас 30 секунд. Удачи, время пошло. Привет, Мэри. Привет. За кого вышла замуж актриса Шейла Сим в 1945 году? Алек Гиннес, Джон Миллс, Тревор Говард, Ричард Аттенбуро. Кто был первым? Алек Гиннес, Джон Миллс, Тревор Говард, Ричард Аттенбуро. Я не уверена, но думаю, первый, но я точно не знаю. Ясно. Ясно. Ну, спасибо, Мэри. Я не буду рисковать, Крис. Я не буду рисковать. Я точно знаю, что это не Гиннес. Я думаю, что это Ричард Аттенбуро, но я не стану рисковать. Я возьму деньги. Хорошо. Пусть попробует другой. Конечно. Да. Но вы думаете, что это Аттенбуро? Я бы выбрала Ричарда Аттенбуро, но я... Я не уверена. Шейла Сим... Шейла Сим... Нет, не хочу рисковать. Окончательный ответ? Да, окончательный. Я беру деньги. Хорошо, я понял. Покажите наш выигрыш. Джеки уходит с 20 тысячами фунтов. А теперь я скажу, если бы вы выбрали Алика Гиннеса, как предлагала Мэри, вы бы потеряли 19 тысяч фунтов. Если бы вы выбрали Джона Милса... Хотите сказать, что это был Аттенбуро? Вы бы потеряли 19 тысяч фунтов. Если бы вы выбрали Тревора Говарда... Вы бы потеряли 19 тысяч фунтов. Ну ладно, ничего не поделаешь. Ричард Аттенбуро женился на актрисе Шейли Сим в 1945 году. Я думаю, было бы очень обидно, если бы вы ушли с одной тысячей фунтов. Так что вы правильно поступили. В 45-м мне было всего 5 лет, так что не важно. Отлично. Чек в студию. Джеки уходит с 20 тысячами фунтов. А у нас еще 10 новых претендентов, которые жаждут занять это кресло. Итак, второй раунд программы «Кто хочет стать миллионером?» У нас 10 новых претендентов. Посмотрим, кто из них окажется быстрее. Все они приняли участие в нашем отборочном туре. И давайте знакомиться. «Кто хочет стать миллионером?» Джеймс Уолтерс, Южный Йоркшир. Кэрол Кент, Западный Сассекс. Вики Рэдклифф, Мерсейсайт. Ричард Рональдсон, Градство Даун. Труди Чемберлин, Западный Сассекс. Анна-Марри Меллан, Градство Даун. Шон Маршалл, Соммерсет. Том Уоррен, Тайм и Уилл. Сара Эстилл, Западный Йоркшир. И Дороти Хэрон, Западный Дон Бартеншир. Удачи вам всем. Посмотрим, кто будет первым и кто сыграет следующий раунд за 1 миллион фунтов. Итак, вопрос. И 4 ответа, которые нужно расположить в единственно верном порядке. Посмотрим, кто справится быстрее всех. Полная тишина в студии. Игрокам нужно сосредоточиться. Итак, первый вопрос. В каком порядке записываются эти данные в Британии, когда мы пишем адрес на письме? Расположите эти ответы, начиная с первого. Индекс, город, имя, улица. У некоторых явно довольный вид. А пара человек уже ужасно испуганных. Итак, вот правильный порядок. Все довольно очевидно. Имя, потом улица, потом город и потом индекс. Но, кажется, так ответили не все. Вот кто ответил верно. Один не ответил. И вот кто справился быстрее всех. Шон Маршалл был быстрее всех. Да. Да. Выходите. Идите сюда, не стесняйтесь. Никуда не уходите. Мы сейчас начнем. Хорошо. Готовы? Ну да. Немного нервничаю. Это нормально. Итак, сегодня мы играем с Шоном Маршаллом, пожарным из Йовела, графства Сонерсет. Шон обожает свою работу и особенно профилактический аспект работы пожарных. И, по его словам, даже выигранный у нас миллион фунтов не заставит его бросить работу. Шон и его девушка Шелли вместе уже два с половиной года. И она приехала его поддержать. По словам Шона, если выигрыш будет крупным, деньги он потратит на путешествия, на гору Эверест и на Луну. Жизнь Шона – это сплошной адреналин. Помимо работы пожарного, в свободное время он катается на горных лыжах, занимается рафтингом и даже прыгал с парашютом в тандеме с высоты в три километра в Новой Зеландии. А с такой высоты и даже велик кинуть страшно. Итак, от миллиона Шона отделяют всего 12 верных ответов. В такой формулировке все кажется проще. Я ему не помощник, у него есть три подсказки, 50 на 50, звонок к другу и вопрос к зрителям. Шон, удачи вам. Начинаем игру. Кто хочет стать миллионером? Итак, любитель приключений, первый вопрос на 500 фунтов. Из чего именно делают шляпу-канатье? Из листьев, из шерсти, из фетра, из соломы. Ответ «Д» – из соломы. И это правильный ответ. У вас 500 фунтов. Зная, кто по профессии и как вы проводите выходные, странно, что вы нервничаете. Да, я нервничаю, потому что парни с нашей подстанции смотрят на меня. Могу себе представить. Вот поэтому нервничаю. Ясно. Этот вопрос принесет вам 1000 фунтов, и это последний вопрос, после которого можно уйти ни с чем. Не дай бог, конечно. У вас три подсказки, и если вы верно ответите на этот вопрос, у вас будет первая несгораемая сумма. Итак, вопрос. В каком городе находится самый знаменитый универмаг Мэйсис? Нью-Орлеан, Балтимор, Нью-Йорк, Детройт. Ответ С. Нью-Йорк. И это правильный ответ. Вы выиграли 1000 фунтов. Спасибо. В 2006 году вы пару месяцев не работали. Да, в 2006. Первые полгода. И что вы делали? Чем занимались? Я уехал во Вьетнам. Потрясающая страна. Да, вы правы. Потрясающе. Вначале было трудновато, конечно. Очень шумно и все такое. А где еще были? А потом я поехал на восточное побережье Австралии. И там я занимался скайдайвингом на Мишен-Бич. Скайдайвингом в тандеме. Высота 3 километра. Было круто. А Шелли, она тоже любит экстрим, как и вы? Адреналин, как и вы? Нет. Нет? Нет. Она только смотрит? Нет, она иногда пробует, но только если я рядом. Ясно. Идем дальше. У вас 1000 фунтов, это несгораемая сумма. И все подсказки еще не тронуты. Итак, вопрос номер 3. На 2000 фунтов. Что из этих названий является названием круглой итальянской лепешки? Фетучини? Фунги? Формаджо? Фокаччо? По-моему, фокаччо. Но это же просто. Фунги — это грибы. Фетучини — это... Мой ответ D — фокаччо. Уверены? Ишь. Парло итальяно? Да, да, парло. Это правильный ответ. У вас 2000 фунтов. Что-то у вас тут жирковато. Фокаччо — это хлеб с оливковым маслом и луком. У вас 2004 вопрос на 5000. Отлично играете. Все подсказки на месте. Итак, вопрос на 5000 фунтов. Какая была профессия у Джеймса Бланта до того, как он занял верхнюю строчку в хит-парадах как певец? Надеюсь, вы это знаете. Попробуйте ответить. Военный? Итак, ответы. Моряк, адвокат, солдат, каменщик. Выбирается солдат. Окончательный ответ? Окончательный. Это правильный ответ. У вас 5000 фунтов. Шелли, вами явно довольна. Как всегда. Выигрыш 5000, половину, считай, она уже потратила. Пятый вопрос на 10000 фунтов. И у вас не тронуты все три подсказки. Какой вид транспорта показан в фильме Альфреда Хичкока «Леди исчезает»? Поезд, корабль, самолет, автобус. Вот тут я не уверен, Крис. Спрошу у зрителей. Хорошо. Итак, господа, внимание, вопрос. Какой вид транспорта показан в фильме Альфреда Хичкока «Леди исчезает»? Нажмите А, если это поезд, Б, если это корабль, С, если самолет, и Д, если автобус. Итак, голосуем. 75% считают, что это поезд. Так тому и быть. А вы как хотели ответить? Я думал, либо самолет, либо поезд. За самолет только 2%. Поэтому я пойду за большинством. Конечно. Могло иметь место массовое помешательство. Окончательный ответ – поезд. Большинство не ошиблась. У вас 10 тысяч фунтов. Спасибо. Мы ни секунды не сомневались в исходе. Итак, у вас 10 тысяч, и от 50 тысяч вас отделяет два вопроса. Как настроение? Немного нервничаю, но уже значительно меньше, чем раньше. Для парня, который прыгает с неба с высоты 3 километра и тушит пожары. Странно, что вы так... Потому что здесь все иначе. Здесь совсем все иначе. Шестой вопрос и 20 тысяч фунтов. Какая страна выиграла кубок в шести нации по регби 15 в 2008 году? Англия, Франция, Ирландия, Уэльс. А я ведь это знал. Да, 2008 год. Англия, Франция, Ирландия, Уэльс. Кто выиграл кубок шести наций? Я точно знаю, что... Что это было не Англия. Потому что я помню, что в тот год мы не очень хорошо выступили. Ирландия или Уэльс? Возьму 50 на 50. Хорошо, компьютер, уберите два неправильных ответа. Оставьте один правильный и один неправильный. Значит, опять Англия. Ну, тогда я выбираю Уэльс. Уверены? Да. Это правильный ответ. У вас 20 тысяч фунтов. Как же у вас тут жарко. Даже не знал, что они тогда выиграли кубок. У вас 20 тысяч. Я остался звонок другу. Седьмой вопрос будет на 50 тысяч фунтов. И вы в той же ситуации, в какой была Джеки 10 минут назад. Вы можете взять деньги и уйти, не отвечая на этот вопрос. Бывший премьер-министр Джеймс Каллоган получил титул барона. Кардивского, Колчестерского, Кембриджского или Карлэйллского? Вот этого я вообще не знаю. Беру звонок другу. Я так и думал. Кому будем звонить? От этого решения зависит 50 тысяч фунтов. Я буду звонить Лессу. Кто это? Это мой друг. Тоже пожарный? Нет, он сейчас сидит с детьми. Лесс, где он? Он в Эксетере. Хорошо, звоним Лессу. Прочтите ему вопрос и варианты ответа. Сказать ему, что вопрос на 50 тысяч? Да, пусть понервничает. Понервничает. Ясно. Хорошо, звоним. Алло. Лесс. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Крис, да? Да, какой сюрприз. Вы что, там сидели и сдали звонка? Ну да, типа того. Шон тут отлично играет. Он застрял на одном вопросе и сказал, что вы сможете разрешить кризис. Надеюсь. Ну, что-то типа того. Вопрос на 50 тысяч фунтов, Лесс. Ух ты. Я передаю трубку Шону. Один вопрос, четыре варианта ответа. Хорошо. Цена вопроса 50 тысяч фунтов. И Шон, вам карты в руки. 30 секунд. Лесс, бывший премьер-министр Джеймс Каллоган получил титул барона... Кардивского, Колчестерского, Кембриджского или Карлайлского. Могу только сказать, что я не знаю. Ясно. Даже ничего в голову не приходит. Ну, а интуиция что подсказывает? Я бы выбрал Карлайл. Рискованная игра. Очень рискованная. Я не знаю, так что... Я, наверное, возьму деньги. Дам шанс поиграть кому-нибудь еще. Значит, прыгаете с парашютом, тушите пожары, а тут испугались. Да. Я бы, наверное, выбрал Колчестер, потому что там жили мой дед с бабкой. Но слишком рискованно. Нельзя выбирать ответ по такому принципу. Я заберу 20 тысяч. Это огромная сумма, так что... Да, и пусть другие попробуют. Пусть другие попробуют. Они этого ты и ждут. Окончательный ответ. Берете деньги? Да. Я совершенно не уверен в ответе, так что я беру деньги. 20 тысяч фунтов. Хорошо. Несите чек. Он уходит с 20 тысячами фунтов. Вы же не собирались выбрать Колчестер только из-за бабушки с дедушкой? Цена вопроса 19 тысяч фунтов. Нет, я бы этого не сделал, конечно. Лесси говорил, я не знаю, а потом вдруг выдал, наверное, Карлайл. Он бы тоже ошибся. Верный ответ – Кардиев. Он забирает 20 тысяч. Аплодисменты и удачи. Итак, третья часть программы «Кто хочет стать миллионером?» И у нас еще 9 претендентов, желающих сыграть. Прошу полной тишины в студии. Мы начинаем новый отборочный тур. Расположите в правильном порядке следующие примеры, начиная с самого маленького числа в ответе. 12 плюс 4, 12 умножить на 4, 12 делить на 4 и 12 минус 4. Такое ощущение, что некоторые у нас тут не очень сильно в арифметике. На вид примеры простые, но из-за спешки все сложнее. Итак, вот верный ответ. Самое меньшее число получается при делении. 12 на 4 – это 3. 12 минус 4 – это 8. 12 плюс 4 – это 16. И 12 умножить на 4 будет 48. Таков правильный ответ. Сколько же человек из 9 справились с заданием? 6. И кто был быстрее всех? Том Уоррен. Всего за 4 секунды и 41 сотую. Ну что, готовы к игре? Еще как. Отлично. Итак, наш следующий игрок сегодня – Том Уоррен из Уитли-Бэй, графства Тайн и Уир. Том, как и многие другие, пострадал из-за недавнего банковского кризиса. Он был уволен из купного банка из-за сокращения штата. А до этого он работал крупье, а еще занимался пирсингом различных частей тела. И, насмотревшись, как в казино люди теряют состояние, он теперь имеет иммунитет к азартным играм. Ну а пирсинг дал ему другой иммунитет. Он живет с подругой Клэр, у которой есть сын и дочь от первого брака. И Джоди, дочка Клэр, приехала сегодня за него поболеть. А еще Том недавно получил сертификат гипнотерапевта. Так что небольшой выигрыш на нашей программе поможет ему начать собственное дело. Группы психологической помощи здесь и за границей. Что ж, удачи ему. Посмотрим, что выйдет. 12 вопросов, 3 подсказки, 1 миллион фунтов. Удачи, Том. Начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Впереди первая несгораемая сумма. Начнем с легких вопросов и первый вопрос на 500 фунтов. Как называют человека, который ведет выборы и объявляет результаты? Менеджер избиркома? Секретарь избиркома? Худрук избиркома? Глава избиркома? Да, глава избиркома. Это правильный ответ. У вас 500 фунтов. А теперь последний вопрос, после которого можно уйти ни с чем, но такого уже не было много лет. Второй вопрос и первая несгораемая сумма. Фраза «Кинуть шапку в круг» пошла из какого вида спорта? Дрессаж, бокс, толкание ядра, хоккей. Я думаю, с бокса. Там подбрасывали шапки. Вроде бы как. Пусть будет бокс. Это правильный ответ. У вас 1000 фунтов. В начале века, если вы хотели вызвать боксера на поединок, вы бросали шапку на ринг. Спасибо. А потом выходишь, а там Ленокс Льюис. У вас 1000 фунтов и все три подсказки на месте. У вас очень странный карьерный путь. Ну уж извините. Да нет, это хорошо. Просто удивительно. Работали в банке, уволили. Правда, виноват в этом мировой кризисе. Да. Но вы еще и работали в крупье на корабле-казино. Было дело. И как, понравилось? Да, было здорово. Я рад, что я этим занимался. Правда, тогда я был моложе, волос было побольше, и я был вообще такой живчик. Живчик, значит. А теперь вы гипнотерапевт. Да, выбрал совсем другой путь. Это уже серьезно. Ну да. Можно помочь очень многим людям кардинально изменить свою жизнь. А себя можете загипнотизировать на выигрыш? Я могу заставить себя меньше нервничать, но пока что-то не работает. Видите? Что сказала ваша подруга, когда вы сообщили ей, что едете сюда выиграть много денег? Она сказала, играй по своей методе. То есть? Я не лазал по справочникам и энциклопедиям. Это, наверное, заметно. Я не натаскивался. Я просто считаю, что если мне суждено выиграть пару тысяч, я их выиграю. А если нет, то и не надо. Вот такой простой у меня метод. Ясно. Итак, у вас тысяча фунтов несгораемой суммы, три подсказки, и впереди третий вопрос. Его цена 2000 фунтов. Последовательность чего помогает запомнить детский стишок Вилли-Вилли Гарри Стив. Американских президентов, химических элементов, королей и королев, архиепископов контрберийских. Последовательность чего помогает запомнить детский стишок Вилли-Вилли Гарри Стив. Интуиция, конечно, подсказывает мне ответ, но лучше я спрошу у зрителей. Хорошо. Итак, господа, вот вопрос. Его цена 2000 фунтов. Последовательность чего помогает запомнить детский стишок Вилли-Вилли Гарри Стив. Кнопка А. Американских президентов. Б. Химических элементов. С. Короли и королев. Д. Архиепископов контрберийских. А. Б. С. И. Д. Прошу голосовать. 54% за королей и королев. А вы сказали, что интуиция дала вам ответ. И какой он был? Королей и королев? Нет. А вы что думали? Я думал, что это американские президенты. Первым же был Вашингтон, но потом я... Вилли Вашингтон. Да, но ведь Вашингтон это фамилия. И кажется, имя второго президента начиналось тоже на W, но... Видите, я нервничаю. Я соглашусь со зрителями, они вроде не дураки. Вроде не дураки? Ну да. В сравнении с чем? С вашей интуицией? Ладно, берем ответ зрителей. 54%. Короли и королевы, это окончательно? Да. И это правильный ответ. Зрители и правда были не дураки. Спасибо вам. Итак, Том, у Вас 2000 фунтов. Как настроение? Хорошее. Да? Да. Покажите руку. Ну, хотя не так уже, почти нормально. Итак, четвертый вопрос и 5000 фунтов. И у Вас еще две подсказки. 50 на 50 и звонок другу. Двоеточие, дефис и закрытая скобка, напечатанные подряд. Что это означает в электронной переписке? Подмигивание, неудовольствие, зевок, улыбку. Ответ Д, улыбка. Уверены? Разбираетесь в современной технике? Двоеточие, дефис и закрытая скобка. Это же улыбка. Окончательный ответ. Да. Подмигивание – это точка с запятой. Да, это улыбка. Это правильный ответ. У Вас 5000 фунтов. Знаете, на этот вопрос ответил бы любой ребенок старше шести лет. У Вас 5000. Пока все хорошо. От 50 тысяч Вас отделяет всего три вопроса. И всего два вопроса от 20 тысяч от суммы, с которой ушли два предыдущих игрока. Будем надеяться, Вы выиграете больше. Пятый вопрос, и Вы можете удвоить сумму выигрыша. В какой пьесе Шекспира фигурирует кормилица? Венецианский купец, Ромео и Джульетта, Отелло, Гамлет. У Ромео и Джульетта. Окончательный ответ. Кормилица Джульетты. Не спешите. Но это кормилица Джульетты. Это правильный ответ. У Вас 10 тысяч фунтов. У Вас 10 тысяч фунтов. От 50 тысяч Вас отделяет два вопроса. Вы сказали, что работа крупье научила Вас никогда не рисковать. Ну, я чуток Вас перефразировал. Итак, шестой вопрос и 20 тысяч фунтов. В каких водах находится порт города Гданьска? В Ионическом море? В Бискайском заливе? В Северном море? В Балтийском море? А я там даже бывал, когда работал на флоте. И где именно? Я был только в одном месте из двух. Из двух, которые предполагаете? Да. А можно 50 на 50? Можно. Компьютер, уберите два неверных ответа и оставьте один верный и один неверный. И где же Вы были, когда бывали в Гданьске? Вы были в Бискайском заливе или в Балтийском море? Я думаю, это было на Балтике. Я абсолютно уверен. Нет, на 90%. Это Балтика. Окончательный ответ? Да. Окончательный. Чего хихихаете? Похоже на истерику. Согласен. Вы говорите, все, я сломался, Крис. Идите все к черту. Играть будете? Буду. Окончательный ответ? Да. Джуди считает, что это Балтика. А она, скорее всего, с вами не плавала. Хотя, кто знает. Это правильный ответ у вас, 20 тысяч фунтов. Гданьск находится в Польше. Ну да. А это на Балтике? Да. Ладно. И как настроение? Немного. Типа, что ж... И теперь вы в точно такой же ситуации, как наш первый сегодняшний игрок, Джеки. Она выиграла вопрос на 20 тысяч фунтов, как и вы, и перед второй несгораемой суммой в 50 тысяч у нее оставался только звонок другу. Том Уоррен уже выиграл 20 тысяч фунтов, и от второй несгораемой суммы в 50 тысяч его отделяет всего один вопрос. И из подсказок у него остался только звонок другу. Однако, отвечать на этот вопрос ему не обязательно. Если же он ответит, и ответит неправильно, то потеряет 19 тысяч фунтов. Как настроение? Хорошее. Прекрасное. Чувствую, что я в полосе везения. Спасибо. Что ж, не надо меня благодарить. Сегодня вы в любом случае не уйдете ни с чем. Тысяча фунтов уже ваше, но можете уйти с 20. Итак, седьмой вопрос на 50 тысяч фунтов. Поехали. В каком классе гоночных яхт Бен Энзли выиграл золото на Олимпийских играх в Пекине? Торнадо? Фотинайнер? Финн? Или лазер? Понятия не имею. Я вообще ничего не знаю о гоночных яхтах. о гоночных яхтах. Поэтому. Может, есть друг, который в этом разбирается? Я думаю, есть друг, который смотрел Олимпийские игры. Точно я не знаю, но кажется, он смотрел гонки на яхтах. Крупная была победа, об этом много говорили. Да? Да. Но в каком классе? Мне придется звонить другу, и это будет Иэн. Иэн? Да. Хорошо, звоним Иэну. Если его ответ не поможет, вы все еще сможете забрать 20 тысяч. Я помню. Если ответите неверно, то потеряете 19 тысяч фунтов. Алло? Иэн. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Да все хорошо, вроде, а у вас? Неужели это сам мистер Таррент? Однозначно, это он. Вы правы. Я так и думал. Хорошо, теперь к делу. Том отлично играет. Молодец. Но он не может ответить на один вопрос, который стоит 50 тысяч фунтов. Ясно. И тут вся Шотландия затаила дыхание. Сейчас я передам трубку Тому. Он прочитает вопрос. Там четыре варианта ответа. Один из них стоит 50 тысяч. Ясно? Понял. Спасибо. Скрестим пальцы. Удачи. Время пошло. Привет, старик. В каком классе гоночных яхт Бен Энзли выиграл золото на Олимпийских играх в Пекине? Торнадо? Фотинайнер? Финн? Или лазер? Я думаю, это что-то из двух последних вариантов. Финн или лазер? Ясно. Не уверен на сто процентов, но я бы сам ответил лазер. На сколько процентов ты уверен? Ну, где-то на 70-75. Не больше. Тяжело. Да уж, ну и дилемма. Он вообще-то разбирается в спорте. Но если бы он знал, он бы сказал, что уверен на сто процентов, правильно? Очень бы хотел ответить, как он мне сказал, но в данной ситуации я не могу рисковать. Речь идет все-таки о 20 тысячах фунтов. Для меня это огромная сумма. Я бы очень хотел ответить, но все-таки беру деньги. Окончательный ответ. Окончательный? И однозначный. Ладно, Том нас покидает вместе с чеком на 20 тысяч фунтов. И, кстати, Джоди считала, что ответ был не лазер, а Финн. Она разбирается в яхтах? Не знаю, вроде бы нет. Я думаю, что Иэн был прав, но я не мог рисковать. Иэн был неправ. А Джоди была права. Ну, простите. Если бы вы согласились с Иэном, вы бы потеряли 19 тысяч фунтов. Фантастик. Вы поступили правильно. Том нас покидает с 20 тысячами фунтов. Спасибо за игру. Спасибо вам. 20 тысяч фунтов. И у нас осталось 8 претендентов. Посмотрим, кто на этот раз будет самым быстрым. Тишина в студии. Следующий вопрос. Поставьте этих британских певиц в том порядке, в каком они впервые попали в американский хит-парад. Леона Льюис, Питула Кларк, Ким Уайлд, Шина Истон. Итак, посмотрим. Осталось 8 претендентов. И сначала верный ответ. Первый в американский хит-парад попала Питула Кларк в 65-м, потом Шина Истон в 81-м, Ким Уайлд в 87-м и Леона Льюис в 2008-м. Итак, сколько человек справилось с вопросом? Давайте посмотрим. Почти все и быстрее всех был Ричард Рональдсон. Он справился за 3,02 секунды. Добро пожаловать, Рик. Очень рад видеть. Прошу к столу. Спасибо большое. Итак, следующий игрок Ричард Рональдсон, бухгалтер из Барни, графства Дау. За него болеет его жена Никола. Гадалка предсказала Ричарду, что он станет миллионером к 35 годам. И поскольку именно в этом году ему стукнуло 35, ожидания от сегодняшнего вечера у него огромные. 12 вопросов, 3 подсказки, 1 миллион фунтов. Итак, мы начинаем новый раунд игры «Кто хочет стать миллионером?» Вопрос. Первый из 12, его цена 500 фунтов. В каком спорте капитан обычно объявляет о подачах? В футболе, в крикете, в регби, в хоккее с шайбой. Пожалуй, выберу крикет. Правильный ответ у вас 500 фунтов. У вас 3 подсказки. Правильный ответ на второй вопрос даст вам первую несгораемую сумму. С какой страной связаны собаки породы Сан-Бернар? Швейцария, Новая Зеландия, Польша, Канада. Ответ? А, Швейцария. У вас 1000 фунтов и первая несгораемая сумма. На русский язык программа озвучена компанией «Видеофильм» по заказу телекомпании «Стрим» в 2011 году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!